Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня, как и обещал, рассмотрим DeFi проект. Практика будет видео. Очень простая, легкий способ. Постараюсь сделать видео коротким. И как можно просто эфироподобные DeFi уже заполонили рынок. Ну и очень легко найти по ним информацию. А вот по EOS и проектам DeFi по EOS вообще информации мало. Поэтому при всем при этом информации мало. Но их, я считаю, реально как бы незаслуженно не обращают на них внимания. Потому что комиссии в EOS бесплатны. И очень выгодно получаться там фармить, скажем, добавлять ликвидность и получать процентную ставку в стейблах. Вот, в общем, давайте расскажу быстренько. Для того, чтобы начать наши эксперименты с DeFi, необходимо... Рассказываю простой способ. По созданию EOS кошелька. Надо закинуть на Guarda Wallet немножечко битка. Порядка там 10-15 долларов. Либо здесь купить. В самом Guarda есть возможность. Но там комиссия будет 7-10%. Ну и минимальная покупка 25 долларов. То есть, сами подумайте, как вам лучше. Или обменяете валюту, или биток сразу закинете небольшое количество на Guarda Wallet. Потом зашли здесь Add New Wallet. Выбрали EOS. Я тут покажу просто, как оно происходит. Вот, Create. Окей. Потом классно в EOS возможности. Если не знаете, то у вас публичный код совпадает с вашим никнеймом. 12 символов. То есть, там, например, назмем там Investment Buy. Только маленькими надо. Все. Написали там свою фамилию, имя, как вам удобно. Потом, вот оно говорит, выберите деньги. Ну, надо биточек. И вот сейчас оно сгенерирует сколько. 12 долларов нужно, чтобы там получить нормально. Ну, чтобы был кошелек, который можно использовать далее. Ну, короче, сделайте так. Потому что у меня битка тут нет. Вот. Confirm подтвердите и получите EOS кошелек в итоге. Когда это сделали, дальше нам нужно идти... Рассказываю пока практику, ребят, по шагам. Надо будет потом зайти в Backups and Keys. И Manage by Currency. Ну, если на русском, то, типа, выберите валюты, да, чтобы импортировать приватные ключи. Выбираете EOS. Вот так вот. Вот. И тут шоу приватки. Введете свой код и получите приватный ключ. Все. Приватный ключ записали где-то, выписали в блокнотике. И дальше переходим на наш DeFi проект. Вот он. Называется DeFi Box. Значит, самый популярный проект DeFi под Апродару я просмотрел. Поэтому его и выбрал. Значит, defibox.io. Тут все довольно-таки просто. Когда у нас есть приватные ключи... Сейчас я вот выйду. Надо нажать просто Syngin. И вот оно говорит. Используйте LeafWallet. Зайдете на сайт LeafWallet.io. Скачаете приложение, расширение для вашего браузера Brave или Chrome, как только чем пользуется. И уже через него, вот, когда он так появится, LeafWallet нажмете. Понимаю, что много практики, много этого, но запоминайте. Или пересмотрите потом, как-то все делается. Нажимаете LeafWallet. И записываю онлайн. Поэтому иногда вот такие моменты появляются. Все. И дальше. И дальше. Волет возьмете. Вот так. И добавите EOS кошелек. То тут у вас будет пустое. Просто добавите плюсик. И импортируйте эти приватные ключи, с которые вы взяли с Guarda. Все. Импортировали. И все. И у вас будет ваш аккаунт. Теперь вот как у меня будет светиться. Значит, все. Зашли. Потом просто, когда LeafWallet у нас работает. Находим SyncIn. Все. Выбрали LeafWallet. Все. О, типа, логин. Все. Мы зашли. Все. Дальше остальное все просто. Теперь вот этот вот сам DeFiBox. Что он нам предлагает? Он нам предлагает делать обмен. И также участвовать в пуле ликвидности. Тут очень много инструментов. Но я расскажу про самый простой и самый надежный. Чтобы понятно. Тут есть еще майнинг бокса. То есть вы можете майнить бокс токен. Который тоже является валютой этого DeFi проекта. Также есть USN. USN, чтобы вы понимали. USN Staking. Это токен такой же, как USDT. То есть 1 к 1 к доллару. Он привязан. Вот здесь вот пишут 0.9962. Но реально считается как 1 к 1. То есть его стекаешь. Его создаешь. И получается стекаешь по курсу. И получается стекаешь в крепкой этой стабильной валюции. Ну я тут честно не разобрался еще, ребята. Они обещают 25% годовых. Если кто-то пользовался этими DeFi проектами на EOS. Может быть пояснят про этот USN Staking. Я им не пользовался. Я то, что понимаю, то я вам показываю. И вот значит возвращаемся в пул ликвидности. Значит что нам надо. Нам нужно обменять наши EOS. Ну например, допустим, возьмем 1 EOS для экспериментов. На USDT, например. Меняем 1 EOS на USDT. Вот оно подтвердит. Online. Вот когда привязан лифол. Все. Потом в пул ликвидности идем. Ликвидите. Вот здесь вот swap. Ликвидите. Ставки. Давайте я вам покажу сразу. Ставки, которые предлагают. Для добавления в пул ликвидности. Допустим EOS USDT 58 годовых предлагают. EOS BOX 68. Но тут ставки скачут. Если там курсы растут. Когда потребности в стейблах возникают. Ставки эти возрастают. Вот сейчас USDT и USN токен это стейблы. То есть вы ничего не теряете. Предлагают ставку 34.73. Real time revenue. Но я как-то посчитал. Посчитал. У меня получилось в годовых. Ну по моим расчетам. Они пишут 34.73. У меня получилось около 20 годовых за день. Ну за сутки прошли. Я просчитал. У меня 20 годовых получилось. Поэтому ориентируемся скорее всего ближе на мою процентную ставку 20-25 годовых. А не так как они пишут здесь real time revenue 34.73. Значит вот я показал. Это почему в стейблах. В стейблах самое безопасное нам добавлять пул ликвидности. Так как мы не теряем на разнице курсов. Значит заходим обратно в swap. Liquidity. Add liquidity. Так нам надо токен. А мы еще не сделали одну штуку. Забыли в swap. Разменять наш USDT на USN. То есть такой же принцип как и на этих эфироподобных биржах. Ну например 2. 2.2.2.2.2 много. Допустим 1.3. Послопаем. 1.3 у нас останется. Ну да. 1.4. Ну чтобы равное количество было примерно. Слопнули. Все. Теперь пул ликвидности. Add liquidity. Все просто у нас на балансе. 1.39.USN 1.39.36.USN И получается 1.39.58.USDT У нас еще два. Сейчас еще раз. Значит еще свопнем. Чтобы было 1.2. Слопнем чтобы равное количество было. Ну плюс-минус. И теперь обратно делаем. USDT Add liquidity. USDT Confirm. Ну в равных долях просто. Все. Ну и что мы получаем. Мы разместили в пуле ликвидности наши стейблы. Но в то же время мы получили LP токены. Они вот здесь вот отразятся. Это третий токен. Который является Box XL. Вот этот вот. Который является тем, что Ну подтверждением, что у нас размещено пули ликвидности. Наши Наши средства. Вот так вот. Значит вкратце итог. Какой? DeFi проект На Иосе. В чем его плюсы? А и комиссии. Вы видите. Не за что комиссия только за обмен бралась. На свопе. И за размещение там Какие-то вообще мелкие копейки. Там даже с эфиром сравнивать с ней нечего. Остальное все переводы. Все бесплатно происходит. И тут даже в базовом аккаунте Даже если у вас памяти не будет хватать. На Иосе есть такая проблема. Когда памяти не хватает. Тогда Невозможно делать транзакцию. Поэтому Плюс какой? Бескомиссионные все операции. Можно Можно Стекать В стейблах. И можно добавлять Ликвидность в стейблах. Где мы получаем Ориентировочно 20 25 годовых Стейбл Стейбл Коинов И по сути дела Ничего не теряем Поэтому Используйте ребята Ну конечно Вы сами знаете Что эти Пулы Эти все хакаются Но у них Как они заявляют Вот Есть какой-то фонд В случае чего Там Если вдруг Хакнут Эту Этат Дэфи То есть фонд В размере Сейчас я посмотрю Это на Слоп Короче Засейвлено Риск Резерв Вот Нашел На 19 тысяч Иосов Вот 19 тысяч Иосов И кстати Можете еще Обратить В этом Пуле Момент Какой Есть их Токен Бокс Которых Всего 5 миллионов Всего 5 миллионов Его тоже Можно стекать И рост Он Пока он Сильно не вырос Там Два раза От его Там Нижней цены Был Но их Всего 5 миллионов Если кто-то Сунется Инвестор Не Какой-то Купит Вот этот Вот Бокс Токен То Там Цена Его может Просто Зашкаливать Вот я вам Покажу Сейчас Быстро На Коинге Коин Про что я говорю Извиняюсь Ребята Ну вот Вся общая Информация Но чтобы Вы просто Все Вот Хочется Всем Одним Видео Объяснить Про эти Дефи И чтобы У вас Вот полностью Было Сформировано Представление Что не только На эфире Можно Вот В стейблах Зарабатывать Почему в стейблах Уже объяснял Чтобы не попадать На вот эти Потери Вот Дефи Бокс Токен О 12 Долларов Рост Значит Максимальный График Вот его Хай был 15 Сейчас 12 А всего Монеток 5 миллионов То есть Тоже Как инвестиция Ну наверное Высокорисковая Но в то же время Теоретически Можно попробовать Но объем торгов Конечно смешной 14 тысяч Поэтому Такая Такой Проектик В общем Тут Также Кроме этого Бокс токена Есть USN Стейкин Где В стейбле Сдаешь Иосы Получаешь Стейблкоин USN Стейкешь И Слоп Где Добавляем Слопаем То есть Обмениваем Валюту Слоп Обмен Переводится И добавляем Ликвидность Ликвидность Как я говорил Если в стейблах Стекать 20-25 годовых Возможно выше В зависимости от тенденции рынка Но Рисков Минимально Также здесь создан Фонд Который Теоретически Покроет риски Если Хакнут Этот проект Так что Вот Ребята Такая информация О Дефи На Иосе Самом Таком Одном И самом Популярном Пользуйтесь Пробуйте Но Я пробую Я пользуюсь Я говорю Только за себя Поэтому Анализируйте Как говорится Присмотритесь Все Ребят До Новых Встреч